Европейский автомобиль года Первое место занял Peugeot 3008 Линейка силовых агрегатов начинается с мотора 1.2 мощностью 130 л.с., а топовый 2-литровый дизель развивает 180 л.с. На выбор есть механическая коробка передач и шестиступенчатый автомат, а вот привод в любой конфигурации только на переднюю ось. На стенде Peugeot также красовался партнер TP Electric. Городской электрический фургончик способен проехать около 170 км. И пусть вас не смущает эта маленькая цифра. Разработчики утверждают, что средний пробег у городского жителя не превышает 60 км в день, поэтому заряда будет достаточно. Синхронный электромотор мощностью 67 л.с. приводит в движение передние колеса и разгоняет каблучок до 100 км в час почти за 20 секунд, а максимальная скорость ограничена отметкой в 110 км в час. Но универсальный автомобиль нужен не всем. Под управлением Renault Nissan возрождена марка Alpine и ее первая серийная модель А110. Это маленькое купе насчитывает в длину 4178 мм, а сам кузов выполнен из крылатого материала, который скреплен сваркой, клепкой и клеем. Масса машины составляет всего 1080 кг. Мы возродили модель, которая продавалась 55 лет назад. В интервью Автопанораме рассказывает Антони Виллен, главный дизайнер Alpine. Это настоящий предок, который вобрал все лучшее, что было в истории модели. Минимальная масса кузова, который состоит на 96% из алюминия, двухместная среднемоторная компоновка и задний привод. Сохранив былую конструкцию на новейших технологиях, мы надеемся, что этот автомобиль также станет легендарным. Силовой агрегат — четырехцилиндровый двигатель 1,8 литра, который уже устанавливается на другие модели. Однако с ним провели серьезную работу специалисты из Renault Sport. Они спроектировали оригинальный впуск, иной турбокомпрессор и оригинальную выхлопную систему. Благодаря этому мотор развивает 252 лошадиные силы, а вкупе с малым весом позволяет ускориться до 100 км в час за 4,5 секунды. А вот следующая новинка уже доступна в странах Латинской Америки. Если понадобится более практичный автомобиль, чем Renault Duster, хотя сложно себе такое представить, можно смело думать о покупке Renault Lascan. Это пикап, здесь тяговитый дизельный мотор, полный привод и блокировка дифференциала. В общем, есть все для работы и бездорожья. На выбор пока будет один дизельный битурбомотор, но в двух версиях. В базе он развивает 160 лошадиных сил, а в топовой — 190 лошадиных сил. В паре идет либо шестиступенчатая механика, либо автоматическая трансмиссия на 7 скоростей. Изначально это заднеприводный рамник, но за доплату возможен полный привод со всеми установками для сурового бездорожья. К слову, конструкция пикапа позволяет перевозить грузы массой более одной тонны. Премиум бренд DS презентовал флагманский кроссовер Seven Crossback. В длину он насчитывает 4 метра 570 миллиметров, что по габаритам делает его конкурентом таких немецких паркетников, как BMW X3 и Mercedes GLC. Силовая установка, помимо традиционных бензиновых и дизельных двигателей, будет дополнена гибридной версией. Так в паре с бензиновым турбомотором 1.8 будут работать электромоторы на передней и задней осях. Общая мощность составит 304 лошадиные силы и 450 ньютон-метров. Но, пожалуй, главное — это дизайн. Причем интерьер и экстерьер одинаково оригинальны. Среди тысяч автомобилей своей внешностью выделяются именно французские. На дорогах их не спутаешь ни с чем. И наверняка новые представленные модели будут смотреться еще ярче прежних. Я Антони Вилан, дизайн-директор Альпин. При Витайн Аутопанорама.